Друзья, в этом специальном эфире из Святого Города Иерусалима мы с Божьей помощью готовимся к самому святому дню в году, к Йон-Кипуру. Итак, дорогие друзья, написано «Диршу ашемби имацо, кору бьёто коров». «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Написано в пророке Ишаяу. И написано в трактате Роша-Шана, что это говорится о десяти днях, что между Роша-Шана и до конца Йон-Кипура. Поэтому, дорогие друзья, когда царь близок к нам, это время обращаться к нему, просить личные просьбы, больше говорить с ним своими словами и, конечно же, вести себя соответственно, уважительно. Принято устрожать во всех вещах, в которых человек может устрожать. Например, когда есть сомнения, кошерная еда или нет, то не есть. Делать насколько возможно больше в тех областях, в которых это возможно. Добрые дела, молитва, изучение Торы. В эти дни принято мириться с людьми, ведь Новый год – это новые силы. Все творения обновились. Поэтому и тот человек, с которым есть конфликт или недопонимание, уже другой. И можно с ним заново помириться. Тем более, что написано, что в Йон-Кипур Всевышний прощает все грехи, кроме грехов между людьми, пока обидчик не помирится с другом. И, кроме того, это работает по принципу мера за меру. Если ты прощаешь кого-то, это пробуждает на небесах силы прощения по отношению к тебе. Написано, «Чува утфила утздака мааверим этроакзея» Раскаяние, молитва и милостыня отменяют плохое постановление. И сейчас самое время для этого. Самое главное, митсва сейчас и до конца Йон-Кипура – это «цшува». Что такое «цшува»? «Цува» в переводе с иврита означает «возвращение». И к чему мы возвращаемся? Мы возвращаемся к самому себе. К истинному себе, к своей истинной природе, к своему истинному «я», к своим истинным желаниям и стремлениям. Говорят наши мудрецы, что евреи подобны рыбе, а тора и митсвот, заповеди, подобны в воде. И, как известно, рыба не может без воды. И точно так же еврей, он не может без тора и заповеди. Наша природа соблюдать заповеди. Каждое нарушение торы отдаляет, выталкивает нас из воды. «Щува» – это возвращение к нашей естественной жизни, к жизни, для которой создал нас Всевышний. И в этом состоит предназначение Йом-Кипура – посмотреть внутрь себя, прислушаться к своему сердцу и осознать, кто вы на самом деле и что вы на самом деле хотите. Осознать, что вы часть Всевышнего и ваше глубинное желание исполнять волю Творца. И то, что вы на самом деле хотите, это, как говорится в трактате Брахот, «Рацонейну лаасот рацонеха» – наше желание исполнять твою волю. В Йом-Кипур – это самое лучшее время понять, что наше истинное желание, из всех желаний, которые наполняют наше сердце, животных желаний, желаний злого начала – это выбрать желание нашей Божественной Души, выбрать волю Творца. Вместо своего «я» выбрать «я» Творца. И тогда мы начинаем по-настоящему жить. Это начинается настоящая жизнь. Йом-Кипур – это день, который позволяет это ощутить и осознать. Определить, кто вы, кто вы на самом деле. И в соответствии с глубиной вашего осознания, в соответствии с вашим определением, кто вы, так вы и проживете весь год. Поэтому Йом-Кипур можно сравнить с сокровищницей, которую открыл царь на один день. Сокровищницей вашего истинного «я», вашего Божественного предназначения, вашего перехода с эгоизма на альтруизм. Сколько успеете собрать до закрытия дверей сокровищницы, до конца молитвы на Ила, которая, кстати, так и переводится, как «закрытие», столько и будет у вас богатств. Осознание «кто вы», которое вы сможете реализовать на протяжении всего года, с Божьей помощью. Ну и, конечно, тот, кто живет в соответствии со своей природой, он более счастлив, более удовлетворен жизни и более здоров. Чува – это потрясающий подарок Всевышнего нам. Представьте тот ущерб, который человек нанес своей душе, его можно исправить, полностью исправить. И тогда ваша жизнь меняется, вы становитесь другим человеком. Это другие чувства, другие отношения, другой уровень здоровья, другой уровень близости к Творцу и исполнение его воли. И сейчас до конца Йом-Кипура есть особенная поддержка Всевышнего, особенная помощь каждому из нас сделать глубокую, истинную шву. Так, что пишут? Смотрим в Киргизстане. Шалом, шалом, Дмитрий. Анджелик Баркова, шалом. Так, вопрос, как просить прощения у того человека, который уже оставил этот мир? И это приносит сильную боль каждую секунду жизни, это помнишь. Принято собирать в таком случае 10 человек, насколько я знаю, и просить прощения в присутствии 10 евреев, миньяна у этого человека. Я советую вам уточнить этот вопрос, как в вашей ситуации это сделать. У Равина, можете написать на тол.ру. Если хотите, я вам уточню этот вопрос, напишите мне личное сообщение. Удачи вам, чтобы вам полегчало. И, дорогие друзья, мы проходим, приходим, идем дальше. Есть ошибочное мнение, что шву нужно делать сразу во всех аспектах. Во всех митцвот сразу. Это правильно и неправильно одновременно. Правильно, потому что мы должны стремиться исполнять в совершенстве все заповеди. К этому мы идем. Неправильно, потому что невозможно сразу все исправить. И что же тогда делать? Надо взять на себя маленькое обязательство на целый год, но обязательство, которое повлияет на всю вашу духовную жизнь. Понимаете? Ну, например, когда спросили великого мудреца Торы, Рава Минахова Машаха, перед Йом Кипурум, какое обязательство он берет на себя. И все ожидали, что он сказал, что это большое. Что он сказал? Насколько я помню, он сказал, читать первое благословение Беркат Амазон. Это благословение после трапезы. Сосредоточено. Возьмите что-то одно, я рекомендую вам, да, обязательство. Скажите, блинедер, я беру блинедер без обета. Я беру на себя обязательства в течение всего года. И что-то, что повлияет на всю вашу духовную жизнь. На все ваши заповеди или на большую их часть. Например, что-то делать сосредоточенно, это может повлиять на все заповеди. Или добавить изучение Торы, да, добавить изучение Аллахии, это влияет на все заповеди. Вот. Ну, и под конец, дорогие друзья, очень важное и полезное упражнение, которое можно делать в любое время. Но лучше всего это сегодня и в Йом-Кипур. Упражнение Тшу-Ва. Оно основано на нескольких источниках. Во-первых, великий Рамбам, Раби Муше бен Маймон, говорит, что Тшу-Ва должна состоять из четырех ступеней. Это очень известный Рамбам. Рамбам, значит, он говорит, первая ступень, это Харата, это, к сожалению, о том, что сделал. Вторая ступень, это Азивата-Хет, это немедленное прекращение негативного поведения. Третья ступень, это Ведуй, это исповедь словами своими, или те слова, которые написаны в Сидуре, перед Творцом о своих грехах. И четвертое, это Каббала-Леотид, это принятие обязательства на будущее так больше не делать. И Рамбам также сказал, что каждый, кто увеличивает свою исповедь перед Творцом, это похвально. Раббин Ахман сказал, что нужно каждый день делать Ит-Боди-Дут, разговаривать своими словами с Творцом. И есть техника, которой я научил Сырава-Ёнтова-Глазера, как избавляться от негативных убеждений. И это упражнение основано также и в основном на этой технике. Итак, учитывая все, что я сказал, эта техника, это упражнение содержит те вещи, о которых я сейчас сказал. Итак, что нужно делать? Во-первых, выберите одно свое поведение, мысль или чувство, которое вам больше всего мешает в служении Творцу. Напишите на листе бумаги. Ну, естественно, вы должны, если вы собираетесь делать упражнение в Юн-Кипур, или в Шаббат, или в праздник, то, естественно, на листе бумаги нужно написать до, потому что в празднике в Шаббат запрещено писать. Значит, напишите на листе бумаги «Мои потери от…» И напишите от чего, какое поведение, а вы хотите от него избавиться. Злости на жену, например, несосредоточенность в молитве, или прокрученное прокручивание плохого сценария событий, концентрация на негативе, недостаточная забота о детях и так далее. Уединитесь после этого в спокойном месте, где вам никто не мешает. Отключите телефон, чтобы никто вам вообще не мог помешать. Никакие посторонние мысли. Успокойтесь, расслабьтесь и подумайте, сколько боли и проблем принесло вам это негативное поведение. Смотрите как можно дальше и глубже. Будьте предельны честны с самим собой. Все, что вы находите, запишите на листе бумаги. Напишите области важные для вас, например, близость к Творцу, изучение Торы, здоровье, работа, отношения с близкими людьми, отношения с женой, с родителями, хобби, уровень счастья и так далее. У каждого это может быть еще свое что-то дополнительное. Важные для вас области. Посмотрите после этого, как ваше негативное поведение повлияло на все эти области и запишите это. В результате у вас получится длинный список. Например, человек, который злился на жену, он напишет. Здесь это повлияло на мое здоровье, что там начались сердечные боли. И это повлияло на отношения с Творцом, что если отношения с женой плохи, то я не могу хорошо общаться с Творцом. Я хуже изучаю Тору. Не так, как хотелось бы. Вообще так важно быть в хороших отношениях с женой. И из-за того, что я злюсь на жену, мои отношения с ней ухудшаются. И они оставляют желать лучшего. И я чувствую себя из-за этого потерянным. И это влияет также на богатство. Потому что написано, что от отношений с жены зависит заработок. Человек должен это написать и прочувствовать. Самое главное, это прочувствовать все негативные последствия от этого поведения. Понимаете? Посмотрите, как ваше негативное поведение повлияло на все эти области. Запишите это. В результате должен получиться длинный список. Как можно длиннее. А теперь самое главное. Начните разговор с Творцом своими словами. Скажите, Господи, я очень хочу быть ближе к Тебе. Но мне помешало то поведение, которое я по ошибке выбрал. И даже если тогда это был осознанный выбор, сейчас я понимаю, что это было большой моей ошибкой. Из-за этого я получил то-то, то-то, потерял то-то, то-то. Скажите Творцу как можно больше негативных последствий вашего негативного поведения. Весь список скажите, прочитайте весь список. И у вас может быть еще что-то появится, еще какие-то мысли. И скажите все это выскажите, не стесняйтесь. В этом разговоре с Творцом своими словами. Господи, я очень хочу быть ближе к Тебе. Скажите это несколько раз. И можете сказать, что этим поведением вы задержали приход Машеяха. Если вы искренне, то в какой-то момент вы просто заплачете. Это очень важно. И хорошо. Проплачьтесь до конца. Выплакайте всю душу, все сердце, всю свою горечь Творцу. И скажите в конце, Господи, я твердо решил, решила больше так себя не вести. Не наступать на эти грабли. И тогда решите, каким положительным поведением вы замените то негативное поведение. Если вы правильно сделали это упражнение, то вы прямо почувствуете лучший для себя вариант, что нужно делать. Какое самое лучшее поведение вы можете выбрать вместо этого поведения. Это упражнение с Божьей помощью поможет вам полностью избавиться от этого негативного поведения. Вы с Божьей помощью почувствуете, будто камень из души упал. Удивительная легкость, радость, счастье, удовлетворение. Когда вы получите результат, кстати говоря, напишите мне личное сообщение. Это меня очень обрадует. Так, а сейчас посмотрим личное сообщение. Не личное, а общее сообщение. Что мне пишут? Туда за ответ. Та-на-на-на-на-на-на-на. Ага. Евгения, шалом, Евгения Попова. Мария, снилик, шалом. Да, всем шалом. Итак, дорогие друзья. Спасибо всем, кто был со мной до конца этого эфира. Я желаю вам всем сделать шуву настоящим. Так как Всевышний этого хочет. Осознать максимально глубоко, кем вы являетесь и каково ваше божественное предназначение. И получить самую лучшую печать на Новый год. Год.